Всем привет! На связи агентство хороших новостей. Недавно в Лондоне в 41-й раз состоялась церемония вручения британской музыкальной премии Brit Awards. В этом году победители получали сразу по две статуэтки. Одну для себя, другую, чтобы кому-то подарить. Но запомнилось мероприятие другими моментами. Речь идет о неоднозначных поступках ее триумфаторов, которых определяла комиссия из музыкальных экспертов. Например, Дуа Липу признали артистской года. Но вместо самолюбования звезда пообещала вручить одну из двух своих статуэток медсестре и общественному деятелю Элизабет Анионгу. Давайте поддержим повышение заработной платы для работников службы здравоохранения. После этих слов речь британского певца Гарри Стайлза, чью песню «Watermelon Sugar» признали синглом года, можно воспринять двояко. Я все еще не могу привыкнуть к подобным моментам. Я так рад, что это часть моей ежедневной работы. Неужели для Гарри награды лишь часть рутины? К тому же после речи о медработниках эти слова звучат немного надменно. Долю сарказма внес и его американский коллега, певец «The Weeknd». Свою благодарственную речь за награду «Лучший зарубежный артист» он записал в климатических условиях Лондона под дождем. Если бы не вы, мои британские фанаты, я бы здесь сейчас не стоял. Зато американская певица Тейлор Свифт радовалась своей победе в номинации «Мировая икона» как ребенок, ведь она стала первой женщиной в истории, которая получила эту награду. При этом звездные гости Brit Awards не сильно эпатировали на красной дорожке своими нарядами, а в помещении 4 тысячи присутствующих людей не носили медицинские маски. Возможно, это как-то им и помогло спокойнее пообсуждать, что же именно артисты имели в виду в своих словах благодарности со сцены. И пока зарубежные звезды копят свои награды как драгоценности, российские ювелиры свои творения нещадно продают. Самый крупный бриллиант, добытый в России за всю историю, был продан на аукционе. Бриллиант из якутского алмаза в 100 карат продали в Швейцарии. За него отдали свыше 13 миллионов швейцарских франков или свыше 1 миллиарда рублей. И, возможно, подобный бриллиант сможет прикупить себе голливудский актер Том Харди после выхода новой части фильма «Веном». Голодный мужчина или зубастое чудовище в теле Тома Харди. Во второй части фантастического боевика «Веном» журналист Эдди Брок, он же «Веном», продолжит спасать мир от монстра по имени Карнаж. За съемки в первой части «Венома» Том Харди получил 7 миллионов долларов. Интересно, сколько ему заплатили за новую ленту, в которой он еще и написал сценарий. Не хочу никого обидеть, но «Веном», на мой взгляд, самый крутой персонаж Марвел. А еще мой сын – его ярый фанат, поэтому я не мог отказаться от этой роли. Кстати, по сравнению с первой частью, бюджет картины вырос аж в 8 раз, до 800 миллионов долларов. Окупится ли вложение – узнаем этой осенью. И на этом все о киноновинках и музыкальных событиях в мире. С вами было агентство Хороших Новостей. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!